МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале «Западная Армения». Сегодня в эфире встреча с участием делегации Национального совета Западной Армении на ВИПО. Байрамов, кажется, не припоминает визню в Сумгаице и уничтожение Мараки. «Внезапно выясняется, что все предыдущие уступки – ничто, и нужно начать все сначала» – Карен Вартанисян. Чрезвычайный и полномочный посол Индии посетил музей-институт геноцида. В Московском государственном университете имени Ломоносова откроется отделение армейноведения. Будьте осторожны, в вас есть скрытые армяне. Айпко Багдад. Член Олимпийской сборной Восточной Армении стрелок Эльмира Карабетян приняла участие в эстапете огня Олимпийских игр. 14 июля 2024 года ВИПО состояла встреча с участием Организации коренных народов. Западную Армению представляли президент Армянак Абрамян и делегат Вартан Симунян. Встреча под эгидой генерального директора ВИПО касалась основных глобальных организаций по защите интеллектуальной собственности Западной Армении. Цель встречи – позволить высказаться после подписания контракта в предыдущем месяце и по возможности развеять сомнения. Президент Армейнак Абрамян поднял три вопроса. Что касается владельцев генетических ресурсов, у нас сложилось впечатление, что статья 26 декларации прав коренных народов не была принята во внимание. В соответствии со статьей 4 договаривающаяся сторона не должна налагать на эту сторону обязательства по настоящему договору в отношении патентных заявок, поданных до вступления настоящего договора в силу без ущерба для положения существующего национального законодательства, применимого к патентным заявкам. Будет ли возможно разрешить подписавшим контракт государством адаптировать предыдущие патенты к положениям и требованиям нового контракта? Ни разу в договоре не учитывается факт, что территория может быть оккупирована и суверенитет данной территории де юре оспаривается или может быть оспорен. Таким образом, до или после вступления в силу соглашения любой патент, относящийся к оккупированной или оспариваемой территории, будет считаться незаконом. Ответ генерального директора ВИПО был очень кратким. Роль ВИПО заключается не во вмешательстве в политические конфликты, просьба обратиться в соответствующее государство. Министр иностранных дел Баку Ждейхум Байрамов встретился главой миссии Международной организации по миграции Троемдуле, в ходе которой были обсуждены перспективы сотрудничества между Баку и Международной организацией по миграции. Байрамов также коснулся вопроса беженцев и вынужденных переселенцев в результате армяно-азербайджанского конфликта. Однако и в этом случае Баку в лице министра иностранных дел страны проявляет строгий избирательный подход, забыв тот факт, что всего несколько месяцев назад армяне Арцаха подверглись военно-политическому вандализму после гуманитарной катастрофы, насильственной депортации и войны, сопровождавшейся нападениями на гражданское население. Об этом сообщает всеармянский союз Гармад Ширван Нахадживан. Отмечается, министр иностранных дел также забывает, что с соглашением от 9 ноября 2020 года Баку также взял на себя обязательство обеспечить возвращение всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в бывшие населенные пункты, что косвенно также означает безопасное возвращение армян насильственно перемещенных с территории, перешедших под контроль Баку после 44-дневной войны 2020 года, в то время как этот пункт соглашения был реализован в односнороднем порядке, заселив Арцах азербайджанцами, изменив естественный тысячелетний этнический состав края. Подчеркивается, Байрамов, кажется, не может вспомнить, какой резне подверглись армяне Сумгаида 36 лет назад, что случилось с армянами Баку 34 года назад и с каким варварством 32 года назад были уничтожены жители Мараги. Руководителю миссии Международной организации по миграции в Азербайджане похоже трудно четко увидеть, что его собеседник является одним из членов банды, который несет ответственность за преступления, совершенные против армян Арцаха и Нагорного Карабака в 2020-2023 годах. Все армянское объединение Гармен Ширван Нахадживан призывает Международную организацию по миграции с бдительностью относиться к деятельности своих представителей, давая достойные и беспрестрастные оценки политическим процессам, которые привели к возникновению явлений беженцев и вынужденных переселенцев. Военный эксперт Карен Вартенессиан сделал запись к комментарию заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Метю Миллера. Напомним, по поводу предполагаемого армяно-азербайджанского соглашения Метю Миллер отметил, соглашение возможно, но оно требует от обеих сторон принятия некоторых трудных решений и жестких компромиссов. Это означает, что все односторонние уступки сделают до сих пор ничто, и вновь нужно начинать этот новый этап сложных выборов и жестких компромиссов, которые не дадут никаких гарантий мира. Естественно, так называемый компромисс касается только Армении, подчеркнул Карен Вартенессиан. Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Восточной Армении Нилакши Саха Сиха посетила музей-институт геноцида. С вас сопроводили выставочный зал, представив временную выставку «Армянская женщина-жертва и герой геноцида». Посол ознакомилась с бытом армянских женщин в Западной Армении и прочих армянонаселенных районов Османской империи красивыми изделиями ручной работы, использованными украшениями, костюмами разных регионов. Посредством личных историй женщин посол Нилакши Саха Сиха были представлены, примененные к армянским женщинам насилие во время совершенного против армян геноцида. Также воля и приверженность противостоять испытаниям. Посол, с сожалению, отметила, то, что представлено в музее, не является чисто историческими реалиями. Подобные преступления и сейчас происходят в разных уголках мира. На кафедре стран Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова откроется направление «Армянский язык и отделение армяноведения». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Российской и Новой Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. В университете будут изучать армянский язык, в том числе грабпар, историю и культуру армянского народа, также развивать сотрудничество с университетами Восточной Армении и армяноведческими центрами других стран. Работы начнутся в сентябре 2024 года. Деятельность кафедры будет способствовать развитию и укреплению отношений между армянскими и русскими народами. Интеллектуал из Йемена, вынужденный покинуть страну, где родился и вырос, с 2006 года проживает Германия. Многим известен с самоотверженной борьбой за демократию, свободу слова и права человека. Автор турецкой газеты Айко Багдад написал статью об армянах, греках и евреях, вынужденных, скрывающих свою национальность. Статья следующая. Сколько армян жило в стране, сколько было убито, сколько принудительно поменяли свою идентичность, сколько людей сегодня проживает в обществе, кто они. Мать Абдуллы Гюля была армянкой. Она была Сабихан. Армян, Гекчек, Месуд, Илмаз, Анднан, Кехведжи, Девлет, Бахчели были армянами. Шевки, Илмаз, Мурад, Караел, Чен, Абдулла, Оджалан, Хакан, Фидан, Фетхуллах, Гюлен, Реджеп, Таип, Эрдуган были армянами или евреями. Сколько в Турции армян, которые скрывают свою прошлую идентичность и продолжают свою жизнь как мусульмане, аливиты и курды. Почему армяне Турции были вынуждены отказаться от своей армянской идентичности? Если женщина, похожая на мать Абдуллы Гюля, на самом деле была армянкой, то кто заставил эту женщину пережить эту ношу? Как эти армяне стали выдающейся семьей в исламской традиции? Почему ни один из отцов и дедов не армянин? Делали ли турецкое государство с армянскими женщинами то же, что ИГИЛ сделал с идентичными женщинами? Знает ли турецкое государство, кем были армяне в прошлом? Имеется ли где-то эта информация? Используют ли эту информацию, когда приходит время? Если в прошлом быть армянином было столь большим преступлением, то какое значение сегодня имеют для Турции те, кто все еще армяне? Юсуф Халач Оглу, занимающий пост президента исторического общества Турции, член партии, привел интересную цифру в статье, которую написал в 2010 году. Я выступал на симпозиуме Афшара в Кассере. Говорил о новообращенных армянах, которые притворяются курдами или курдскими оливитами. Земля содрогнулась, и не осталось невысказанных слов и оскорблений. Вопрос был подан и искажен таким образом, то я был приговорен к несудебной казни. В моих словах не было оскорблений ни в адрес курдов, ни в адрес граждан наших Оливий. Я, как ученый, документально объяснил, где они. Все, что я говорил, было основано на американских архивных документах, была информация о вминах и деревнях. Моя решимость заключалась в том, что сегодня насчитывается не менее 500 тысяч таких армян. В то время Халач Оглу сказал, существует 500 тысяч криптоармян. И именно эти армяне основали и руководили террористическими организациями в стране, желая, чтобы по этому вопросу были проведены доскональные исследования. Государство, совершившее геноцид в отношении армян, превратившее остальных в рабов, хотело продолжить охоту на армян даже спустя столетия. Великий турецкий мыслитель Мелик Гехчек сделал новое заявление по проблеме криптоармян и с помощью простой математики установил разные числа для скрытых армян. Гехчек сделал этот подсчет не видя геноцида 1915 года и периода, когда было уничтожено более миллиона христиан и пришел к собственному выводу. Запись Гехчека гласит «Османская перепись 1914 года». В то время в Османской империи проживало более трех миллионов греков, евреев и армян. Это более 18% населения. В 2024 году население Турции составляет более 85 миллионов. Исходя из тех же показателей, в настоящее время Турция насчитывает более 15 миллионов греков, армян и евреев. Я также хочу их знать. Никто не может быть осужден за то, что он грек, армянин или еврей по расе. Но точно так же, как сирийцы, афганцы или туркмены известны своим именем, расой и идентичностью, мы также имеем право идентифицировать их по их личности. Великое национальное собрание Турции должно принять срочный закон. Истинная личность людей должна быть указана в их удостоверениях личностей. Я верю, что так же, как турок гордится своей Турцией, так и грек будет гордиться своей Грецией. Армянин будет гордиться своим армянством. И еврей будет гордиться своим еврейством. Что вы думаете, мир твитов? Да, уважаемые читатели, что вы на самом деле думаете? В чем могла быть причина, что в стране с естественным течением жизни было бы более 15 миллионов греков, армян и евреев? Но сегодня их стало так мало, что они не могут заполнить даже стадион. Сколько армян было в стране? Сколько было убито? Сколько принудительно перешли в другую идентичность? Сколько людей сегодня живут в обществе? И кто они? Член Олимпийской сборной Восточной Армении стрелок Эльмира Карапетян приняла участие в эстафете огня Олимпийских игр, пробежав с факелом Парижа-24 в общине Виллер-Котре региона ОДСН на севере Франции. Не могу передать эти эмоции словами. В этот момент тело полностью покрывается мурашками. Все было замечательно организовано, суперпрофессионально. Я была очень впечатлена, подчеркнула Карапетян в беседе с Армией Пресс. Посольство Восточной Армении во Франции приняло непосредственное участие в организационных вопросах, что помогло Карапетян стать частью эстафеты, являющейся важной частью олимпийской идеологии. Ими были новости на сегодня. Мира вам и добра! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ